всем доброе утро меня зовут дина джи это мой канал карман и ураган и путешествие по ликийской тропе продолжается вчера мы прекрасно успели до темна добрести до кемпинга кемпинг называется лике здесь кемпинг и кафе вот я кстати прямо сейчас нахожусь на террасе в кафе здесь есть такие качельки и мы поставили палатку успели до темна все хорошо кемпинг стоит 80 лир с человека нам еще сделали небольшую скидку и сегодня у нас в планах пройти около 18 километров и дойти до города каш и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А мы продолжаем спуск к городу Каш И вот здесь я хочу сказать, что если вы вдруг останавливаетесь Да или проходите просто вот этот населенный пункт Баязиджик То обязательно сверяйтесь с картами Потому что там очень много меток, которые будут путать Стоят турики, но может быть это какие-то старые метки, я не знаю Но на самом деле дорога, она соответствует разметке на МЭПСМИ И обязательно сверяйтесь, когда будете проходить указатель Когда закончится асфальтовая дорога Потому что мы немножко заблудились, начали полутать Там вроде увидели турики метки, но дорога как-то шла какими-то зигзагами непонятно Потом мы сверили с картой, вышли на тропу Тропа довольно широкая была, каменистая, но широкая И совсем недолго мы по ней прошли И вот уже вышли вот на такую автомобильную дорогу И сейчас будем продолжать спуск Вот так незаметно мы спустились к морю Спуск в 300 метров прошел вообще незаметно То есть дорога довольно широкая, часто автомобилка, хоть и каменистая, но она широкая Нет кустарников, спуск очень плавный, никаких там козьих тропок Поэтому отличная, прекрасная дорога Вот здесь уже начинается море, но мы здесь купаться не будем Потому что у нас по пути в Кашу еще будет несколько пляжей И вот уже скоро совсем мы придем на пляж Изюм И в прошлый раз мы на этом пляже ночевали, ставили палатку Ну а так как сейчас мы проходим его, в общем-то, в первой половине дня То мы там, скорее всего, просто искупаемся И будем выдвигаться дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассказываю историю Искупались мы на этом маленьком пляже Изюм Совершенно никому не мешая Было очень жарко Мы так нормально освежились Понимая, что нам предстоит сейчас нелегкий переход 12 километров до города Каш Из-за того, что постоянные спуски и подъемы Неизвестная для нас дорога Потому что в прошлый раз мы не шли по этой дороге И плюс еще вот эти тяжелые рюкзаки И жара, прям вот палящее солнце Было очень жарко Ну, что делать? Как говорится, глаза боятся, ноги идут Поэтому мы оделись Нацепили рюкзаки, панамки, кепки Чтобы защититься от солнышка И выдвинулись на дорогу Успели пойти, я даже не знаю, сколько метров Никого не трогая, шли себе, шли по дороге Как вдруг останавливается машина И там турок, который говорит Поедете со мной в Каш Ну, мы переглянулись Естественно, мы поняли, что мы не можем отказаться От такого предложения Тем более, что мы устали Было очень жарко И вот таким образом мы очутились в Каше Вот это опять история про то, как турки любят причинять добро Вот, то есть мы никого не стопили Мы не махали рукой Мы просто шли Но человек вот захотел причинить нам добро И мы позволили ему это сделать Поэтому мы в городе Каш В прекрасном, одном из самых красивых городов Турции, на мой взгляд И сегодня мы прогуляемся по городу Здесь осталось немало культурного наследия И в том числе и Ликийского И покажем вам все прелести этого места И начинаем мы с вами прогулку по Кашу Одного из самых знаменитых и посещаемых мест в этом городе Это старинный, античный греческий амфитеатр Город Каш Это современное название С турецкого языка Каш переводится как бровь Это название город получил из-за своего положения Потому что он протянутый по полуострову Такой, как дуга, напоминает по форме бровь Поэтому в середине 20 века он получил свое название А когда-то давно, в 4 веке до нашей эры Здесь располагался город-порт ликийский Антифеллос Наверху в горах находится Феллос А здесь Антифеллос, что означает ниже Феллоса, напротив Феллоса И Антифеллос являлся частью основного города Феллос Но здесь был порт Затем в более поздние времена Этот город был греческим портом И греки называли этот город Антифли Ну а современное название Каш уже пришло к нему После того, как всех греков выгнали на соседние территории Театр Каша является одним из самых старых в этом регионе Он довольно маленький Сюда помещается всего 4000 зрителей И здесь видны большие следы реставрации Потому что вот эти, например, блоки Это все новое строительство Кроме того, этот регион очень-очень часто подвергался различным землетрясениям Поэтому большая часть ликийских городов Она была просто уничтожена этими землетрясениями Но, к счастью, все-таки этот амфитеатр сохранился Он реставрируется И здесь, кстати, проходят разные мероприятия Я много раз уже приезжала в этот город И наблюдала, как люди здесь то йогу делают То бачату танцуют, то концерты устраивают Поэтому это очень такое классное место А еще, если собраться на самый верх Вечером здесь самое лучшее место, чтобы встречать закат Если пройти чуть левее, то можно оценить масштаб древнего строительства Посмотрите, какие огромные блоки Это вот блоки древние, да, больше чем 2000 лет этим блоком И здесь же можно увидеть, как строили древние греки Посмотрите, здесь нет вообще никакого раствора То есть этот блок стоит на блоке Такие огромные блоки, они настолько плотно подгонялись друг к другу Они такие огромные, монолитные, они не нуждались ни в какой скрепке А вот здесь уже все это залито раствором Это реставрация, там выше видны блоки уже новые Потому что, как я уже говорила, из-за частых землетрясений Все эти, конечно, постройки, они разрушались И, к счастью, к великому нашему, все это активно турецким правительством поддерживается Реставрируется за этим, следят И мы можем, в прямом смысле слова, прикоснуться к этому наследию Субтитры создавал DimaTorzok Слева от амфитеатра есть тропинка Я вам очень рекомендую по ней прогуляться Потому что там есть кое-что очень интересное И сейчас мы вам покажем Ну, во-первых, мы таким образом оказались на верхних рядах амфитеатра Не поднимаясь по ступеням И посмотрите, какие здесь прекрасные виды открываются И, кстати, по левую руку от меня вот этот остров Это уже территория Греции Остров Костолариза Обладатели шенгенских виз могут туда попасть Обычно летом сейчас налаживается сообщение между Турцией и Грецией Паромное, и туда можно сплавать Этот остров совсем рядом Так что это мы видим с вами уже территорию Греции А во-вторых, тропинка здесь идет дальше И обязательно пройдите туда наверх Во-первых, здесь есть очень классный кемпинг Я, правда, никогда в нем не останавливалась Потому что в Каше всегда хочется обычно потусить, почилить в отеле Все-таки Каша это примерно половина пути по Ликийской тропе И хочется отдохнуть, набраться сил Тем более, что на следующий день предстоит такой довольно тяжелый подъем Очень-очень высоко Но тем не менее, этот кемп здесь есть Он обозначен на карте Вы его легко найдете, узнаете По вот этим флажкам буддийским Они здесь уже много лет висят Отсюда прекрасные виды Вот опять же на море, на греческий остров На город Здесь вот такое пространство приятное Вот, посмотрите, кстати Здесь люди оставляют продукты Вот, то есть так принято Здесь даже есть какая-то посуда То есть это нечейно, это вот люди оставляют Которые здесь ночуют для следующих путешественников Следующие путешественники еще что-то оставляют Вот, однажды мы сюда пришли Здесь была пачка риса, пачка чечевицы То есть вот такая здесь история есть Но единственный минус, конечно, здесь нет воды Но так как здесь город совсем рядом В общем-то можно просто пойти набрать воды в кране или у местных жителей Но это не единственное место, которое здесь стоит посетить Мы с вами двигаемся дальше по тропе И покажем еще кое-что Мы пришли к Ликийскому некрополю И вот здесь видна крышка от саркофага Это типичная крышка Ликийской гробницы Она не похожа ни на какую другую гробницу Я уже об этом говорила в одном из предыдущих роликов Что Ликийские гробницы, они вот такие полукруглые Потому что римляне, византийцы и греки У них другие были формы саркофагов Треугольная крышка А вот Ликийцы, они хоронили именно так Вот, поэтому вы не перепутаете Плюс еще сбоку вот как бы такие ручки Тоже типичная совершенно деталь для Ликийских гробниц И здесь вот на самом деле их разбросано Вот здесь основание гробниц Вот здесь тоже старая крышка Вот вы по кругу здесь увидите, что их много Остатков этих саркофагов Ну а мы двигаемся дальше Вот он еще один тип Ликийских гробниц Это отдельно стоящие сооружения Эта гробница довольно большая Вот здесь есть табличка, которая рассказывает немного про эту гробницу И здесь написано, что внутри гробницы изображены женщины И действительно, если вы не побоитесь зайти внутрь Или хотя бы вот сюда встать и заглянуть То там на стене есть барельеф, где видны танцующие женщины Но мы не будем показывать, чтобы вам это было интересно Самим Иначе будет неинтересно Вот, поэтому тоже вот такой древний артефакт Который здесь есть И все это есть на картах МэпСМИ Просто следуйте по указателю, по тропинкам И вы все это увидите Но мы будем спускаться вниз Потому что это далеко не последняя гробница Которая есть в каше Итак, если вы от этой большой гробницы совсем чуть-чуть спуститесь вниз Вы обнаружите вот эту маленькую гробницу И эта гробница, на мой взгляд, просто потрясающая И уникальна она тем, что здесь сохранился оригинальный ликийский алфавит Это ликийский язык Он не похож ни на какой другой язык И очень часто на саркофагах, на других гробницах Мы встречаем надписи на греческом языке На древнегреческом А здесь сохранился именно ликийский алфавит Это ликийские буквы Это совершенно другая языковая семья Это язык, на котором говорили ликийцы Отдельный народ, который когда-то жил на этой территории И тема, эта находка, она просто уникальна То есть это действительно живое доказательство Пример культурного наследия Именно древней ликий И именно ликийцев Как отдельного этноса, который когда-то жил на этой территории Ну вот, мы с вами плавно, незаметно спустились опять в город И наткнулись на цветущий кактус Сейчас активный сезон цветения кактуса Вот здесь вот можно посмотреть Вот эти цветочки Там уже очень много насекомых Вон там пьяные пчелы уже копошатся И, кстати, в Турции из этих вот колобашечек Делают варенье, разные десерты Но я, правда, не пробовала Но думаю, оно стоит того Смотрите, в Каше даже мусорка сделана в форме ликийской гробницы А вообще, гуляя по этому городу, нужно быть очень внимательным Ну, во-первых, Каша это очень красивый город, цветущий И здесь находиться одно удовольствие А во-вторых, стоит замечать всякие разные детали Вот, например, идете вы, идете Ну, какие-то отели Ну, какие-то помещения Чьи-то дома Какие-то деревья, скалы какие-то Вот телевизор старый какой-то Какие-то курятники тут Кто-то держит свое хозяйство Вот олеандр цветет А потом вдруг раз Хоба! Еще одна ликийская горбница спряталась И можно было, конечно, пройти мимо Но мое любопытство меня раздирало И оно увенчалось успехом Я вообще вижу такое впервые Просто вот за всю историю исследования многочисленных викистских гробниц Я вижу впервые, что здесь сохранилась деревянная дверь Я не знаю, сколько ей лет, эта дверь современная Кто-то ее заделал Может быть, это люди использовали, да, уже современные турки Например, использовали это помещение как склад И что-то здесь хранили Потому что вряд ли это сохранилось там больше двух тысяч лет Но тем не менее Она здесь есть, эта дверь И это прикольно Если спуститься от этих гробниц в сторону лимана, в сторону залива То можно увидеть руины античного храма Табличка гласит, что храм был построен примерно в первом веке до нашей эры Но неизвестно, какому богу здесь поклонялись Потому что ничего этого не сохранилось Но если мы пройдем с вами немного вокруг То здесь еще можно обнаружить также следы лихийских саркофагов И даже кота Который очень хорошо здесь устроился В тенечке Какой хороший Ты чей такой Это что за раскорм такой Ты уже еле двигаешься Ты такой толстый, тебя раскормили Еле двигаешься Вон какие бачка Вон какой пупок Итак, мы с вами пришли в самый центр городка Каш Здесь вовсю кипит жизнь Сейчас активный сезон Очень много вот этих уличных кафешек Обратите внимание на эти домики Это еще греческие домики С характерными вот этими балкончиками застекленными Ну, конечно, они отреставрированы Но, тем не менее, это типичный греческий стиль И сейчас прогуляемся по улочкам центра И покажем вам местный колорит Друзья, вода вот в таких фонтанчиках питьевая Поэтому смело можно набирать такую воду В бутылочке с собой пить Вот, прям не стесняйтесь Вообще в Турции очень много источников Я тоже об этом говорила Показывала их по пути В своих роликах Поэтому вот смело прям пить И все будет хорошо Друзья, я бы вот здесь, конечно, что-нибудь бы прикупила Но вид продавца внушает мне страх Поэтому, пожалуй, пойду-ка я отсюда А дальше? Итак, корреспондент Карманный Ураган Плавно переместился на торговую улочку Здесь куча всяких кафешек Куча всяких разных магазинчиков Хочется купить вообще все Хочется зайти в каждую кафешку Здесь очень уютно А еще вот в этом месте Вот кафе-бар от Хаус Делают очень вкусный чай Добрый день,rico! Корреспондент Карманный ураган съел уже половину микрофона, но ничего страшного. Друзья, мы с вами пришли к очень крутой ликийской гробнице, она называется King's Tomb или по-турецки Крау Мезари, королевская гробница. Посмотрите, какая она грандиозная. Во-первых, она трехуровневая, она очень высокая. Во-вторых, здесь очень красивая работа, то есть львы. Здесь сохранились надписи, опять же, на ликийском языке. Конечно, к сожалению, я не знаю ликийский язык, не могу сказать вам, что здесь написано, но тем не менее видно, что алфавит здесь именно ликийский, а не греческий и какой-либо другой. И эта гробница, она часто изображается на различной вот этой сувенирной символике города Каш, потому что она действительно является очень яркой частью этого места. И посмотрите, кто-то из местных устроил здесь себе местечко для отдыха, вот пепельница стоит с бычком. Вот тоже здесь можно посидеть, здесь, поэтому тут прям можно упокоиться и успокоиться. Срочно уводим меня отсюда. В прошлый раз ваша покорная слуга вынесла отсюда полмагазина. По-моему, это очень мило. А вот, это же типичные улочки каши с этими котиками. Здесь все такое классное, здесь все такое дешевое, здесь все такое миленькое. Хочется вот все купить, все, срочно оттуда уходим, а то я сейчас все вот эти фенчики сгребу. Музыка. 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 языке и в-третьих эта гробница она очень красивая она по форме повторяет как раз тот самый саркофаг вот этот king stomp королевскую гробницу только здесь она высечена в скале и внутри тоже что характерно для всех ликийских гробниц вырубленных в скалах есть такие подобия некой мебели полочек или вот что-то такое то не делали чтобы максимально воссоздать и внутри атмосферу дома а сейчас я вам покажу место которое нам завтра предстоит дойти потому что дойдет ликийская тропа мы не можем конечно показать всю красоту этого города чем это будет не интересно поэтому приезжайте сюда сами и гуляйте здесь как можно больше